привет друзья а мы сейчас с вами находимся в гоа индия а конкретно это южная гоа деревушка называется бетал бати а сейчас мы с вами сделаем обзорчик наши виллы где вы поселились пройдемте вот таких вот шикарных апартаментах наш получается сиреневый трехэтажный дом две сестры здесь одна сестра там вторая со страну как бы одна семья не два дома и обе тоже сдают вот такой мраморный пол зелено посмотрите все вокруг очень много зелени ну а со второй стороны что у нас у нас все утопает в зелени у нас со всех сторон везде растения бананы кокосы апельсиновый рай и сейчас мы вам покажем этот рай вот мы с вами получили нашу виллу и сразу мы попадаем в такой вот длинный коридор и из этого коридора получается ведут двери покажем сразу кухня такая вот мини плита но и предостаточно ее хватает чайник посуда ложки вилки это все есть вода есть холодильник ну и здесь шкафчики тут множество шкафчиков холодильник работает это же кстати наши продукты по размерам она большая работает вентилятор кондиционера здесь нет этого хватает пойдем дальше дальше у нас дверь вот в такую вот шикарную гостиную и обеденную зону большой огромный огромнейший стол где классно сидеть вечерами коротать за чашечкой чая смотрите какие стулья они реально очень тяжелая это чистый массив здесь кстати если вы заметили то здесь оно все из массива все натуральное все реально натурал натуральная раритетные такие вещи балкончик выходит слава где мы стояли здесь и так понимаю наверно стройка еще осуществляется дальше мы с вами идем вот такой вот просторный зал посмотрите сколько здесь мебели можно назвать его кинозал здесь телевизор на телевизор есть вай фай здесь есть вентилятор тоже работает есть такие интересные тоже часики тоже наверно старинная но они стоят кстати обратите внимание что вот этот вот диван он настолько жесткий эти вот сидушки они убираются понимаешь и получается обычная вот такая вот видишь вот это обычная знаю что это по виду диван но мягкие вот эти сидушки но очень классная вот эти вот всякие узоры то ли они сжигали то ли что и вообще он очень тяжелый очень но то массив дерево да есть дополнительные пластиковые как бы стулья но не по большей части предназначена для балкона чтобы можно было посидеть и двери тоже со всякими узорами тоже интересно все красиво и самое главное вы заметили что мы пришли и какой дом он получается снаружи сиреневый да и внутри вы обратите внимание стены тоже они все сиреневая и опять же есть балкон получается в какую комнату мы с вами не зайдем всегда есть балкон этот балкон идет на дорогу центральную улицу да и вот увидите церковь деталь батюшки и все очень приветливые всегда масок улыбаются всегда ну вот мне вот что вы диски в таких домах что все так как-то монотонно и краски не слишком я может они яркие но они какие-то как-то вот тускловато я вот сейчас зайдем другу в следующую комнату а вот еще одна комната это напоминает а все все наше наше мы здесь в этой комнате она у нас дополнительная кстати справа вот здесь комната здесь варя приживает мы туда заходить не будем эта комната у нас как бы резервная дополнительная мы в основном здесь сушим белье и видите цвета здесь синий и голубой и все равно цвета какие-то да как мрачноватая как бы хочется что-то просто мы не привыкли мы привыкли к белым оттенком я не знаю для меня это какая-то давка такая ну поэтому через вару что да но комнаты я хочу сказать что комнаты большие а комнаты огромные и заметьте что везде есть шкаф очень много места куда можно положить белье и полочки они делают сверху ящик такой какой-то стоит есть стекло все окна стоят такие вот это мог как у нас москитные сетки да ну и соответственно решетки конечно есть балкон но это получается наша ребятки мы уже повесили наша сушилка как он наши бананчики сразу попадаем в джунгли и пойдем дальше здесь кухня здесь вход и выход и вот здесь вот сразу смотрите и здесь у нас туалет и получается два туалета в одном из туалетов душ в ряды вот там что ты ну шкафчик такой конечно зеркало такое ну конечно дом большой и ну так немножко не ухоженно сразу видно все равно надо приезжать и нельзя это все делать вот так убедили штуна туалет и заходим в нашу комнату кстати здесь в доме есть два выхода но один мы закон заблокировали поэтому мы вам даже не показываем не стали им по это получается наша комната вот как она выглядит наша комната у нас два шкафа получается мне вообще не очень нравится посмотрите обратите внимание один тоже старинный очень старинный настолько старинный что зеркало и катя как она боится суеверий что старинное зеркало нельзя смотреться я заметила своим платьем так ну а второй шкаф мы его используем как бы здесь уже наше это все марафон лежит и опять же у нас балкон на две тундочки слева и справа и выход на балкон и заметьте эту же вторую выход на балкон это первый а вот это вот это тоже наш балкон это второй до балкона у нас у нас два туалета у нас два балкона у нас три комнаты незаконно балконов 5 или же да они по периметру до весь второй этаж получается наш каждой комнате получается есть балкон выход на балкон то есть у нас все устраивает нам здесь очень нравится здесь тихо спокойно и цена это получается где-то 830 рупий на 1 за сутки ну это где-то получается костюмсот 700 рублей где-то так покушать здесь тоже есть много кафешек кстати покажем нам нравится всем до пляжа получается чуть больше километра наверное и 8 но на велосипеде там пять минут пешком 10 максимум 15 до магазинчики здесь есть если что-то нужно прикупить из питания если вы сами будете готовить также ездить покушать здесь ресторан фишка также на берегу очень много разных этих шишек шейка 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 мясо здесь по утрам тоже продается а фрукты здесь тоже продаются овощи картошка все 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 есть все точно так же как диода мы будем вам показывать так что ребята от вас лайк колокольчик и подписка а сейчас мы с вами пойдем попробуем поужинать в ресторане фишка который находится недалеко от нашей от нашего дома дом и мы двигаемся около нашего дома вот такие торговые ряды продают вкусняшку запах такой вкусный вкусняшку запаха Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok это примерно где-то 250 350 российских рублей ну примерно киеве цены 3 морепродуктами 190 крем стоимость 190 рублей 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 Итак, я заказала свиные ребрышки на гриле. Они подаются вместе с картошкой и с овощами. Владимир заказал суп из морепродуктов. Вот такая вот консистенция. Я не знаю, что это сюда, какой-то майонез. Вот такой вот супик. Кстати, очень такой наваристый и очень, наверное, вкусно пахнет. И если я сейчас попробую суп, Владимир, он мне ничего не сделает. Я сейчас попробую. Пахнет. Если честно, пахнет грибами. Боже мой, как это вкусно. Вкусно. У меня просто нет слов. А у меня попался, знаешь что, не креветка? Что мы в Египте делали? Кальмар. Кальмар. А еще тебе? Это очень вкусно. Еще у меня такие вот цветы. Мне Владимир преподнес. Это свиная ребрышка. Пахнет очень вкусно. И в разрезе тоже, посмотри. Прожарено все. Как же я этого долго ждала. Наверное, надо выключать камеру и кушать. Потому что это, ребята, это очень вкусно. Это очень вкусно. Давайте я там попробовать. И ты скажешь, как это вкусно, чтобы люди поверили мне. Это очень вкусно. Это сочно. Мясо прожарено. Оно не сухое, кстати. Без перца, без специй. Видите, мы сказали ему, что нам не нужно ничего. Не, специи есть. Все в меру. Все в меру. Все в меру. Очень-очень вкусно. Это наше пюре. Ребята, будем пробовать. Действительно вкусно. Ну, пюре какое-то такое сладкое. Ну, картошка. Так что, обязательно рекомендую этот ресторан, кафе, бар. Фишка. Приятного аппетита. А потом скажем, сколько это будет все стоить. Покушали мы и накушали на 620 рупий. 620 рупий. Это примерно где-то 520 рублей российских. А теперь посмотрите. Нам принесли счет и принесли нам такую штучку. Это что такое? Это для чего? Что мы должны? Приправа какая-то. Ну, это прямости. Может, друзья, напишите в комментарии, для чего, если кто знает. Она принесла счет, получается, вот в этой. И принесла, поставила рядышком нам эту штучку. Это как что, где, когда, да? Это может там можно забрать? Нет, ну, я думаю, это какой-то, может, знак. Знак. Ну, хорошего расположения. А может, надо руки это потерять? Потереть, чтобы не пахли рыбой и мясом? Потому что здесь запах очень... Ну, и я тоже сомневаюсь. Так что, ребята, от вас комментарий. До чего это такая вот интересная салонка? 620 рупий. Как ты считаешь, это много или мало? Нет. Кстати, блюдо порции вполне такие нормальные. Покушать и накушать можно. Ну, для такого ресторана я считаю, что это нормально. Не очень дорого. Да. Ну, персонал обслуживающий приветливый. Меню на русском языке. Да. Все, ребята, все предусмотрели. Все для клиентов. Все чисто, все аккуратно. Как в Европе такое чувство находишься, да? Ну, да, вы посмотрите. Сейчас вот включили свет в окне. Еще можно свечи поставить на стол. Но мы уже не встали, потому что мы закончили. Всем рекомендую. Ну, от вас, конечно, не забывайте. Колокольчик. И подписка. До новых встреч.